всем привет это канал белая ворона с вами я алина сегодня я иду до угротовую избу которая находится в скале погода в принципе позволяет такие ночевки небольшой минус для сибири это вообще прям баловство можно сказать сейчас проходила там есть лесу градусник на нем показывает всего лишь минус 8 ну думаю ночью будет похолоднее надеюсь я не замерзну красиво как я еще иду но уже на подходе сейчас самое сложное всего пути наверно тут снегу много очень и там еще подъем будет крутой самой себе уже солнце садится там позади меня закат уже села до сейчас совсем еще немного и потемнеет уже сумерки и Продолжение следует... Очень крутой подъем и много снега. Практически по колено. Может, чуть меньше. Подхожу к избе. Тяжко мне подниматься с тяжелым рюкзаком. С непривычки. А только на зимой с таким рюкзаком ходить. Давно я не ходила. Зимой с ночевками. Пока еще свет хоть маленько позволяет снять. Сегодня мне разрешено брать здесь дрова. Вчера списывалась с тем, кто следит за этой избой сейчас. Он разрешил мне дрова брать. Так, сейчас быстренько в избе посмотрим что там. Такая надпись. Здесь вроде бы потеплее. Кто смотрел мою серию, когда я сюда ходила, здесь было по-другому палате. И я надеюсь, что мне места хватит здесь поспать. Вау! Тут даже куртка есть. Ничего себе! Вот это подарок! Рома, тебе респект! Ух ты! Смотрите, какие находки! Кости старые. Вау! Ничего себе! Такие таблички. Еще одна вешалка есть. Ну и на двери написано включен холодильник. Надо ее, кстати, закрыть, а то тут теплее гораздо. Ну как, может не сильно гораздо, парта идет. Вон, видите, как холодно все равно. И самое главное, что здесь не погреешься, короче. Печка вся проржавела. Вон она вся в дырах. Труба вообще еле-еле дышит. Скорее костерок зажечь. Так, ну все, костер есть. Теперь я не умру от холода. Набрала снега. Ничего не придумала пока, как приспособить. На решетке вот так держу. Потому быстро, мне кажется, закипит. Все, вода махом закипела. Даже 5 минут не прошло, мне кажется. Сижу, кушаю. Расположилась уже. Дровину лень стала пилить. Даже не то, чтобы лень, а время, чтобы не тратить. Поставила ее, короче, так. Перегорит. Потом ниже отпущу. Холодно. Хочу поставить возле костра, чтобы пока маленько подтапливалось. Мне еще рано как бы его кипятить. Чтобы подтапливался, можно. Вот так все выглядит со стороны. Решетку вот так, наверное, поставлю сбоку. И вот так поставлю. Пусть маленько пока подтапливается. Эти огромные дровины, одну из которых я решила распилить на дрова, были принесены не только хозяинам избы, но и мной. Поэтому с чистой совестью я решила взять одну из них. В то время с чистой первой했и в камеру и она сложилась без встава. Пусть будет или нет? Хорошо. Пусть будет. Какая цена в доме. Ух! Ух! Тихо. Его престол. Укл. Ух! Вот напилила короче дров. Мне вот хочется березы маленько отпилить, она хорошо отдает тепло и дольше горит. Ой, снега сколько. Несу горячую воду. Сейчас у нее снега добавлю. Ого, почти по колено. Опа, и сразу тает, и топить не надо, вода горячая. Иди во водичку, сейчас еще нагрею. Смотрите. 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 Печку, что ли, все-таки попробую пристопить. В избе достаточно холодно. Печь, как видите, совсем в негодность пришла. Вон она вся, просто ржавая. Главное, чтобы дно не провалилось. Дым пошел сюда. Да, такую печь я топлю первый раз. Все, тяга пошла, загудела. Это все сырость. Сейчас это все испарится. Вон, смотрите, аж капает. Шипит все. Потому что все в ине было в снегу. Ее тысячу лет не топили на эту печку. С той зимы точно. Вон, видите, вся труба мокрая, внутри снег. Уж извините, что все в дыму. Съемка такая. Но реально столько дыма, что делать. Я вот дверь оставлю открытой, чтобы все уветривалось пока что. Смотрите, прям бежит так. Вот. Это все в печке. Смотрите, сколько воды. Это все с трубы. Я же ее постучала, а там и не был. Ой, все сырое. Тут тоже дождик. Все капает. Давно эта печка не топилась. Ну вот, я ее привела в действие, так сказать. Оживила немножко. Смотрите, какой дым пошел. Положила вот березовую полежку, которая очень долго будет гореть. Надо давать тепло. Дым пошел все-таки туда больше, чем сюда. А это вот это пар парит. Капать уже сильно перестало. То есть уже начало все просыхать. Смотрите, дыма нет. Давно сюда сочевка, в принципе, собиралась. Но я все откладывала, откладывала, откладывала. Думаю, когда-нибудь, да когда-нибудь схожу, да когда-нибудь схожу. И думаю, да сколько можно уже откладывать? Надо сходить, да и все. И все, и я пошла сюда. Хотя я собиралась в одну из своих визб вообще. Так, убираем полежку. И заходим. Да, дыма тут еще нормально так. Все-таки, опа. Смотри, что тут с печкой. Дрова горят. Так, ну что, подбавим одну. Пусть горит. Сейчас плюс два. Это очень развит. Значит все-таки температура повышается. Дыма еще много. Надо еще дверь открытую пока остановить. Это точно. Такую щель оставлю. Как бы мне вот котелок еще не уронить в костер. Кружку с чаем я уже уронила. Еще у меня осталось уронить котелок полный. С водой. Который снег у меня расставил. И будет вообще просто весело. Я сейчас вообще думаю котелок унести в избу, на печку поставить. Вот эти мелкие ветки, которые вот здесь именно лежали. Мне велено было сжечь. Типа они мешают мне сказали. Поэтому типа сожги их. Вот я с удовольствием их жгу. Мне-то даже в радость их сжечь. Я вот тут поставлю. Ой. Много просто там воды. И все это снег. О, полный, полный. Котелок. Пусть здесь греется. На улице конечно не минус тридцать. А примерно минус восемь, минус десять. Но собираясь дома в поход. Я набрала кучу вещей. Вспоминая свой мартовский поход. В минус двадцать свой грот с ночевкой. Вещи, как оказалось, я набрала не зря. Ближе к ночи становилось все холоднее и холоднее. А так как я очень-очень мерзлявая, я была рада тому, что я могу упаковаться как капуста. Надев на себя просто кучу-кучу вещей. Двигаться не очень удобно, но зато очень тепло. Дым есть еще. Но уже намного лучше все. Там пока все нормально. Ничего не горит. Следить надо за этим строго. Так. Тут все нормально вроде. И дверь, кстати, стала таять. Она же в Инисе была. Ну вот здесь еще и Инина не сохраняется. А ну подкину еще дровишку. Опа. Пусть горит. Сюда все прекрасно выглядит. Кажется, ни дыма. Ничего нет. Но более-менее там потеплее все у нас стало. Так вот оставить. Пусть дым выходит. Так, идем в сотый раз проверять избу и печку в ней. Не заходишь, здесь немножко теплее. Но дым, смотрите, так и есть. Вот как я спать буду. Вроде дверь открыта, а все в дыму. Так. Смотрите, вода кипит. Какая сосулина висит. За двери закапала. И пыталась-пыталась эту дверцу как-то хоть прикрепить. Она совсем вообще никак не крепится. У нее ни здесь не засыпешь, ни там. И вот так вот я придумала, чтобы дым сюда не шел. Закрываешь, кстати, дверцей и все, дым не идет. Туда уходит. А вот как открыто, так сюда идет. Решила закрыть, чтобы хоть сколько-нибудь печка погорела и дым не шел. Чтоб воду согреть наконец. Надо снега туда досыпать, потому что я уже зубы чистила. Брала сюда воду. Вон там. Она не полная. Надо туда снега досыпать, чтобы на две бутылки хватило горячей воды. Можно в баньке ложиться, потому что я уже спать хочу. Уже первый час ночи. А я все не могу дождаться, когда же здесь выветрится дым. И здесь, мне кажется, потеплее чуть-чуть, чем на улице. Ну, конечно, даже не чуть-чуть. Плюс четыре. Я, кстати, забыла сказать, что сегодня четвертое, то есть уже 5 января. Смотрите, даже окно стало подтаивать. Оно же полностью было белое. Сейчас пятнышко появилось. Все, я думаю, пойдет. Вот эта табличка здесь не зря висит. Прям вообще в тело. Спальня пережить меня ждет. Котик. Вот так я придумала дверь закрывать. Вот и все. Более-менее безопасно, но не факт. Вот такая конструкция. Здесь уже все подсохло. Главное, чтобы не загорелось. Следить надо постоянно. Так вот у меня свечки тут горят. И печка разгорелась прям вообще. И дым даже не идет сюда. Хотя щелей полно. Все равно, конечно, холодно здесь. Хоть дым перестал идти. Уже хорошо. И потеплее, чем на улице. Все-таки тут ветра нет. У меня там свечи горят, фонарик. И такое окно светится. Печка так раскочегарилась. Вот возле печки хоть немножко тепло. А в самой избе очень холодно. Но на улице я выходила гораздо холоднее из-за того, что там ветер. Тут хоть ветра нет. Хочу еще вот тут отпустить. Не знаю, есть ли от нее толк. Наверное, нет. Это что-то типа, видимо, какого-то бывшего тента или от палатки что-то. Короче, может хоть маленько щели закрыть. Оно. Все-таки, может, чуть-чуть хоть теплее будет. На печке хорошо так бы и стояло. Тепло. Смотрите, кого я нашла. Мошка такая проснулась. Вот она. Зимой в январе Мошка ползает. Вообще. Тут где-то бабочка зимовала, но я ее не нашла. Представляете, я тут все углы облазила, чтобы бабочку найти. И вот она. Я ее нашла. Она тут зимует. Обалдеть. Она живая. Она просто спит. Я вот боюсь, что печку топлю и, может быть, наврежу ее этим. Хоть бы она не проснулась. Жары здесь, конечно, не будет. Это точно. Но все равно будет плюс. Ой, смотрите, какая красотка. Я решила осмотреть еще грот. И нашла еще одну. Вот она, красотка, сидит. Возможно, здесь еще есть бабочки. Просто уже третий час ночи. И я решила больше их не искать. Не сильно к ней не подлезешь так. Ну вот. Насколько могу. Туристический объяв. Все, я собралась спать. Так я еще не упаковывалась нигде. Даже в минус двадцать. Как здесь. Надеюсь, я не замерзла. Вот недавно смотрела. Плюс пять было. Ой, плюс четыре было всего. А сейчас уже почти плюс шесть. Ничего себе. Поднялась все-таки температура. Цвет от печи. Сразу вспомнилась, как я у бабушки набредала за печкой. Если мне это шуршание будет мешать ночью, я выкину нафиг это одеяло. Я говорю, вот так вот я еще не запуталась ни разу. Так что у меня там вообще Ташкент. Да, давно я здесь мечтала переночевать. Доброе утро, земля. Смотрела на градусники. Плюс полтора градуса, в принципе, небольшой плюс. Спалось вообще отлично. Я вообще ни капли не замерзла. Так укутаться это невозможно, наверное, замерзнуть. Вообще тепло там было, хорошо, комфортно, уютно. Кстати, насчет этого одеяла-то, туристического. Я не знаю, наверное, оно может греет, но я не учла, что оно уже не дышит. И оно стало немножко целевать внутри. Я сошел к струте черезgght. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...